Красноярские энергетики готовят котлы летом. На одной из ТЭЦ завершился профилактический ремонт, но вскоре без горячей воды останется треть красноярцев. Роман Рыков обо всем по порядку. Сегодня в домах многих красноярцев снова появилась горячая вода. Все профилактические работы на ТЭЦ-1 успешно завершены, рапортуют энергетики. Крас-ТЭЦ начали строить в конце 30-х годов. Сейчас от этого энергообъекта зависит юго-восток Красноярска, Ленинский, Кировский районы, а также поселок Березовка. Но ремонт котлов и турбин это лишь текущие проблемы. Подобную профилактику проводят ежегодно летом, чтобы зимний отопительный сезон прошел без сбоев. Есть и более серьезные задачи. ТЭЦ ежедневно загрязняет городской воздух. Нужны новые современные фильтры. Это действительно серьезная проблема для города Красноярска. Но надо иметь в виду, что станция построена 70 лет назад. И в этой связи установка оборудования – это непростая инженерная задача. Но ее обязательно надо решать. В начале августа 10-дневная профилактика начнется и на ТЭЦ-2. Без кипятка останется треть красноярцев как на правом, так и левом берегах. Через несколько лет на эту теплоцентраль ляжет еще большая нагрузка. Под пока еще строящимся четвертым мостом появится новая тепловая сеть. Развивается Октябрьский район города Красноярска. Вы сами знаете, что Николаевка сейчас большими темпами будет застраиваться. То есть она у нас улучшит теплоснабжение в Николаевке. Всего в этом году на ремонт тепловых и электрических сетей, водопроводов и канализаций Красноярска будет потрачено около 900 миллионов рублей. Причем из краевого и даже федерального бюджета выделят почти половину этой суммы. Остальные деньги направят сами энергетики. Роман Рыков, Вячеслав Шапошников, Вести Красноярск.